Как говорится, Европа о Европе рознь. Мы продолжаем поддерживать контакты с теми членами ЕС, кто готов работать на условиях взаимовыгоды и равноправия. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Олейник прибыл с визитом в Будапешт. Сегодня глава МИД встретился с министром сельского хозяйства Венгрии, а уже завтра пройдет заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и белорусско-венгерский бизнес-форум. Он соберет представителей десятков компаний. Чего ожидать от кооперации по линии Минск-Будапешт? Алексей Волков продолжит тему. Белорусы в жемчужине Дуная. Даже несмотря на давление Брюсселя и антибелорусские санкции, Венгрия по-прежнему остается голосом разума в Европейском Союзе и выступает за диалог с нашей страной. 13 февраля в Минск прилетал Петер Сиярта, глава венгерского МИДа. Ну и теперь настала очередь визита нашего министра иностранных дел Сергея Олейника. И сторонам есть что обсудить, ведь Будапешт остается надежным торговым партнером, вопреки всем политическим ветрам по западную сторону Дуная. Товарооборот около 200 миллионов долларов, однако можем и больше. Это и является ключевой целью приезда к главы Белорусского МИДа. Ведь уже завтра пройдет межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Впрочем, стороны на ногах обсудили и сегодня ряд проектов. В ЕС политику Венгрии называют подрывом Европейского Союза, ведь премьер-министр Виктор Орбан выступает против накачки Украины вооружением и призывает сесть за стол переговоров. Щепетильный вопрос для Будапешта и аграрный сектор. Министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что страна ужесточает контроль зерна, которая приходит из Украины. Это убивает местных фермеров и не дает отрасли развиваться. Что можем сделать друг для друга мы в аграрной сфере? Об этом Сергей Олейник поговорил как раз с Надем. О том, что диалог получается, говорит и насыщенная повестка. А ведь помимо межправкомиссий завтра стартует и белорусско-венгерский бизнес-форум. Представители компаний, ведомств и финансовых институтов обсудят дальнейшее экономическое сотрудничество. Ведь потенциал двух стран никакими ограничительными мерами не сдержать. Алексей Волков, Александр Олешко. Агентствователь новостей. Будапешт. Венгрия. Продолжение следует.